В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, всё через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нём была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя Ему Иоанн. Он пришёл для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через Него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через Него начал быть, и мир Его не познал. Пришёл к Своим, и Свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Иоанн, свидетельствовать о Нём, и восклицая, говорит, «Сей был Тот, о Котором Я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня, потому что был прежде Меня. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Евангельское чтение в день Светлого Христового Воскресения, Пасхи Христовой, повествует нам о главном догмате христианства, о Боге, который ради спасения людей Сам добровольно стал человеком. «Сын Божий, вторая ипостась Пресвятой Ижевоначальной Троицы, иначе именуемый Словом, Логосом, будучи полноценным Богом, является началом всего существующего. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Почему Бог именуется в Евангелии от Иоанна Словом, Логосом? Потому что, по замечанию святителя Григория Богослова, именно наименование Слова лучше всего выражает его отношение к Богу Отцу. Ведь какое отношение Слово имеет к уму, такое отношение имеет и Сын к Отцу. Кроме того, именно имя Слова указывает на бесстрастное рождение Сына от Отца. Сын Божий, Бог Слова, является не только началом этого мира, но и Его Светом. Сын Божий — это тот Свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Но несмотря на то, что Слово — это то начало и тот Свет, которым мир начал свое бытие, мир, к сожалению, не познал и не принял своего Творца и Бога. Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов так и пишет. Почему Евангелист говорит о том, что Слово пришло к Своим, но Свои его не приняли? О ком здесь идет речь? Святитель Иоанн Златоуст поясняет. Свои для Бога Слово — это народ иудейский, целью существования которого было приготовить человечество к принятию Мессии Христа. Но, к сожалению, сам этот богоизбранный народ не принял своего Спасителя. Однако, несмотря на то, что иудейский народ в своем большинстве не принял Господа Иисуса Христа, очень много людей откликнулись на Его призыв и на Его благовестие. И эти люди получили возможность именоваться детьми Божьими. Таким образом, Христос совершает то, чего не мог сделать Адам, приводит людей к Богу и соединяет их с Ним. По сути, именно для этого Бог и становится человеком. Именно по этой причине Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. Именно эту истину выражают и считают главной в христианстве все святые отцы. Так священномученик Ериней Леонский утверждает, Бог стал человеком, чтобы человек смог стать Богом. Кроме того, Господь наш Иисус Христос является основоположником Нового Завета. В конце сегодняшнего изначала святой апостол и евангелист Иоанн Богослов сравнивает двух законодателей – Моисея и Христа. При этом евангелист указывает, что и сам Новый Завет, основоположником которого является Господь наш Иисус Христос, намного превосходнее Ветхого Завета и даже объясняет почему. По слову апостола Иоанна Богослова, Ветхий Завет – это средоточие закона. Но сам закон к Богу не приводил. Закон, как говорит об этом святой апостол Павел, только давал человеку представление о том, что есть грех, так сказать, определял его, но от греха не освобождал. И только Господь наш Иисус Христос приносит человеку то, что может уничтожить грех и соделать человека вновь сыном и дочерью Божьими, то есть благодать. Именно благодать Господа нашего Иисуса Христа является той силой, которая способна изменить человека, сделать его из врага и противника Божия его чадом. Ведь именно благодать дает нам возможность приобщиться ко Христу и тем самым унаследовать Его блаженное Царство, облиц которого для каждого из нас открывается в день Светлого Христового Воскресения, в день Пасхи Христовой. Светлого Христового Воскресения Светлого Христового Воскресения